Здравствуйте! С Вами Блэкман. И сегодня мы поговорим об игре Виджеланты 8. Игре, которая, на мой взгляд, представляет собой своеобразный прообраз всех современных игр жанра песочника. Как вы видите на экране, игра представляет собой футбистичную стрелялку на автомобилях. Коротко расскажу о сюжете этой игры. Действие игры происходит в альтернативной реальности в 70-х годах. Здесь не было топливного кризиса. Здесь просто американская экономика потерпела крах. Банда койоты наводит ужас. На северо-запад Соединенных Штатов Америки. И чтобы помешать их деятельности, создают команду виджелантов. Вот как мы видим, эти самые койоты напали на секретную базу, на которой хранилось сверхсекретное оружие. По слухам, сделанное по технологии монопланетян. И вот мы в меню выбираем миссии. Теперь выберем машинку. Слишком синяя, слишком большая. Прикольно, но... О, давайте выберем этого мужика. И вот мы двигаемся по сюжету. Так, вот мы на задании. Играет веселенькая музыка в 70-х годах. Не 70-х позаписано для этой игры в 7-70. Вот мы будем сражаться с пчеловодом. Афануэл Селудик давно не играл в пчеловодом. И вот, как мы уже видим, в игре в срок довольно интересная система повреждений. Для своего времени, кстати, довольно казы. Ушечко. Откидываем нашу пакету-карасеточку. Выстраивайся вот так, по морде, по морде. Стекла разбиваются. Тоже довольно интересно. И смотря на то, что игрушка конца 90-х годов, выглядит довольно... Кстати, стоит отметить особый драйв у игры. Игра затягивает довольно быстро. И оторваться от неё довольно сложно. Так, сейчас починимся. И добьём козла. А он может продолжать. Кстати, если вы играете в современные игры и хотите поиграть во что-нибудь вроде того, что вы видите на экране, готовьтесь. Соперники здесь вам поблажек давать им. Вот. Мы замочили козла. Всё. Мы победители. Вот вы видите текст. Стоит также отметить, что помимо того, что вы мочите ваших соперников, здесь вы ещё выполняете дополнительные задания. Вот, например, на курорте нужно не дать этим криминальным элементам, потому что канадки здоров. Дальность прорисовки, конечно, слабенькая, но это не делает игру хуже. В игре может быть от двух до четырёх соперников. В данном случае их двое. Здесь мы сражаемся против какого-то мужика на зелёном джипе. Не помню, как его зовут. И, кстати, самим главарём банды койотов. Сидан Бёрстер. О, ща мы ему жёстко дадим пизды. Машинки довольно смешно отскакивают. На, на, ща. Ну и так, вернёмся. По сюжету топливный кризис. Мировой концерн «Амар» прибирает к рукам мировой рынок нефти. И на пути у них стоит, угадайте какое государство правит. Соединённые Штаты Америки. И задача виджилантов не допустить этого. Не допустить краха американской экономики. Вообще, американцы любят себя. Особенно это видно на примере последних игр. Но вернёмся в 90-е. Вот мы активно продолжаем отстреливать наших неприятелей. Из миномёта. Соперники атакуют довольно живо. Отсидеться тут нигде не получится. Нужно постоянно двигаться. Патрончики заканчиваются довольно быстро. Ну, не совсем, конечно, быстро. Так, вот нам надо починиться, иначе он сейчас замочит. Система повреждений, конечно, в наши дни выглядит довольно убого, но, поверьте, в те времена это было просто шик. На ПК существует подобная игра под названием Интерштейкс, но в силу того, что у меня в те далёкие времена не было компьютера, заценить я её не успел. А ВИГИЛЕНТЫ 8 это типа Интерштейкс, улучшенный график. Заметьте, как натурально снегополивалка снежком наяривает. Так, миномётик, миномётик. Продолжаем. Машины здесь, конечно, не настоящие. Оплот фантазии разработчиков. Ибо, если бы они стали настоящие машины, им бы пришлось платить при цене. Да и вряд ли бы производители разрешили урочить их произведение таким способом. Кстати, Усида довольно симпатичная машинка. И не подумай, что этот мужик кончит свою жизнь в багажнике Ниггера на Кадиллаке. Вот мы уничтожили козла. Продолжаем любоваться красивым пейзажем. Как я уже сказал, несмотря на то, что игрушка вышла в далёком 1998 году, она нисколько не утеряла своего шарма. К сожалению, стоит признавать, что ничего подобного на сей день ещё не выпустили. Есть, конечно, вторая часть, я не сниму отдельный ролик. Но, к сожалению, сегодня интерес к этому жанру не так велик. Из конкурентов этой игры вспоминается серия Twisted Metal. Но, всё-таки, это не совсем та игра, которую мы сейчас смотрим. В Twisted Metal нет полноценного сюжета. Да и в целом, игрушка выглядит игрушечной. Вот мы используем специальное оружие. У персонажа, за которого мы играем, по имени Сликлайт, это Молния. Спешалы в игре самые разнообразные. Вот у мужика на автобусе по имени Молла. Это какая-то штуковина, похожая на член. Из которой выливается какая-то дрянь. В игрушке, кстати, есть довольно симпатичные бруссы. Вот этот вот зелёный, как его сказать, ромб. Ай-яй-яй, сейчас подстрелив, подстрелив. Это о чём я? Здесь есть всякие другие штуки. У мужика на зелёном джипе, которого мы сейчас увидели, у него бонус это ракет. У Сида Бёрнста пушка, стреляющая какой-то хрень. Изначально открыты не все автомобили. Некоторые из них нужно открывать специально. Собирая разномастные секреты, бонусы и прочую хренохень. Из этого следует, что Vigilant T8 игрушка своего времени. Где нет подробного описания того, что нужно делать. Так, мы опять добили бедного Сида. Помимо Sony PlayStation 1 игра вышла на Nintendo 64 и Sega Dreamcast. Я не имел дела с этими версиями, поэтому сказать вам точно, чем они отличаются от версии с PlayStation я не могу. Кстати, в финальной битве, которую мы сейчас наблюдаем, после того, как вы уничтожите трёх персонажей, вылезет ещё один. И вот, наконец-то, финальный ролик, из которого мы узнаем, чем всё это кончилось. Особенностью является то, что здесь являются последствия конца игры. Вот, например, Слик Клайд под конец станет лидером Койотов. И вообще, стоит обязательно, если у вас есть возможность, в эту игрушку поиграть. А с вами был Blackmore. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. До свидания.